всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие ненамышленники привет всем зрителям нашего канала сегодняшний обзор хочу посвятить радиоприемнику выпускавшемуся рижским радиозаводом вв под названием спидола 232 вот такой аппарат хочу представить вашему вниманию откопал его на балконе у себя на лоджии где-то там в залежах всего что хранится и сегодня мы с вами его немножечко рассмотрим разглядим и может быть даже послушаем если он что-нибудь нам выдаст так как вы знаете что я проживаю на первом этаже многоэтажного здания в окружении таких же бетонных железобетонных громаден и радиоприем у меня отвратительный очень редко удается что-либо поймать без внешней антенны которой я друзья все так еще до сих пор и не обзавелся и так в спидола 232 ждет нас на обзоре всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие ненамышленники привет всем зрителям нашего канала сегодняшний обзор хочу посвятить радиоприемнику выпускавшемуся рижским радиозаводом в в под названием спидола 232 вот такой аппарат хочу представить вашему вниманию откопал его на балконе у себя на лоджии где-то там в залежах всего что хранится и сегодня мы с вами его немножечко рассмотрим разглядим и может быть даже послушаем если он что-нибудь нам выдаст так как вы знаете что я проживаю на первом этаже многоэтажного здания в окружении таких же бетонных железобетонных громаден и радиоприем у меня отвратительный очень редко удается что-либо поймать без внешней антенны которой я друзья все так еще до сих пор и не обзавелся и так вэв спидола 232 ждет нас на обзоре ну вот в общих словах так сказать рассказать о том что из себя представляет этот радиоприемник мы как всегда обратимся к замечательному сайту валерия хашенко из которого я кстати взял некоторые просмотренные нами предварительно так сказать про амбула фотографии и так портативный радиоприемник спидола 232 с первого квартала 1979 года выпускал рижский государственный электротехнический завод вэв переносной транзисторный приемник 2 класса вэв спидола 232 рассчитан на прием радиостанции в диапазонах дэв длинных волн средних волн и к в 1 тире к в 4 то есть него один диапазон длинных волн два диапазона средних волн и целых четыре диапазона коротких вон растянутые от 25 до 52 метров прием ведется на внутреннюю магнитную и телескопическую антенны приемники имеется светодиодный индикатор настройки служащий и для контроля степени разряда батарей подсветка шкалы гнезда головных телефонов внешней антенны магнитофона для записи внешнего питания в радиоприемнике имеется раздельная регулировка тембра по низким частотам и по высоким частотам питание осуществляется 6 элементов типа а 373 это по современному элементы типа d то есть самые большие круглые такие или от сети переменного тока через внешний блок питания типа bp24 внутренним блоком питания этот аппарат к сожалению не обладает а ведь могли бы втиснуть основные технические характеристики или реальная чувствительность диапазоне длинных волн 0,7 милливольт на метр средних волн 0,4 милливольт на метр коротких волн 0,08 милливольт на метр номинальная выходная мощность 0,4 ватта даже не один ватт номинальный диапазон воспроизводимых громкоговорителем звуковых частот от 125 герц до 4 килогерц ну как у эфирной радио точки практически даже меньше габариты радиоприемника 260 на 360 на 110 миллиметров масса без батарей 3,4 килограмма розничная цена 120 рублей ну что же попробуем заставить его нам что-нибудь сказать или спеть хотя я вам скажу чувствительность его меня не порадовала даже вот такая вот как бы горячо любимый мной селга того же завода вот она в принципе ловит гораздо лучше поразительно но факт вот они два как бы родственник приемника селга правда всего только длинные средние волны но по моему у нее чувствительность избирательность даже получим так пользуясь случаем хочу показать чем я учистил он был сильно на балконе весь загажен а вот такой вся на работе нашел потрясающий приборчик с не избеждаем так сказать разъемом чтобы вы думали это мини-пылесос потрясающая штука раньше не попадались мне пусть немножко не в тему отойдем даже с подсветкой видите шкал выпал и вот так вот очень удобно жесткая щеточка и вот всасывающего устройства пылюгу все снимает на ура не знаю даже откуда у меня речки рабочего стола взялся нашел на работе идеально причем даже со сменными насадками смотрите вот там это самое пылесборник вот так снимается а вот так снимается для пыли грязи сборник и можно такую насадку одеть более скажем так для забора пыли ладно это отступление темы давайте все-таки смотреть наш с вами в в в но вот сейчас погашу немножко света и вы увидите что индикатор у него включение в сеть горит как он работает он же является индикатором сейчас он через внешний блок питания вас ключ на меня ведь кнопка вкл включена вот правда штекер сзади отходит потому что не родной штекер тут вот сверху такие кнопочки подсветка вкл и тембр вот вот это тембр низких частот он либо есть либо нет тембр высоких частот регулируется странно обычно 10 всех магнитол fine tuning то есть тонкая подстройка на к в в в тонкой подстройки на к в нет вот это тембр по в ч а вот эта громкость так ну сейчас у нас включен средний волны 2 до и вот такое радостное шипение можно и громче средние волны 2 диапазон cv2 так и это получает 450 470 где-то метров а не руль и рван в метрах сюда поймали на вот так работает он чеком вот такого не в конце говорит гениальность По-моему, ничего больше интересного мы здесь не изловим. Но почему бы не покрутить? Диод, кстати, на что-то реагирует. Продолжать. Но как-то совершенно непонятно. Первый диод не горит, второй то мигает, то не мигает. А вот подмигивает. Теперь два диода горят. Не знаю, от чего это зависит. В общем, на СВ-2 больше ничего. Неудобно, что вот показатели диапазонов в глубокой нише находятся. И довольно сложно рассмотреть. У первых ВВ-ов интереснее было. Давайте на СВ-1, среднюю волну 1 переключится. Там такой же барабанный переключатель, только контакты несколько другого типа. Без свинцовых болваночек, плюшек, как у ВВ-ов 201 и так далее. Так, ну что, покрутим. Шкала такая довольно широкая. То есть, вот как вы видите, здесь у нас длинные волны сверху от 800 до 2000 метров. Средние волны 1 от 310, грубо говоря, до 520 метров. Средние волны 2 от 200 метров до 305 метров. Отгарбулировано. Потом шкала вспомогательная для ориентации 1, 2, 3, 3, 5, до 10 отгарбулировано. И коротковолновые шкалы 25-25,8 метров, 31-31,9 метров, 41-42,5 метра, 49-51 метр и 52-75 метров. Но в этом диапазоне, как правило, ничего нет. Хотя, вот видите, здесь на шкале с зелеными полосками обозначены те места диапазона, где, в принципе, чаще всего можно поймать радиостанции. Это было раньше, там, где раньше располагались радиостанции. Вот. Шкала хорошо просматриваемая. Вот. Орг-стекло. Снизу такие никелированные две металлические полосочки. В общем-то, остатки, видимо, от оформления прежних вэфов. Вот. А решетка совершенно некрасивая. Это самое оформление акустической динамикой. Вот эти черные полосы. Чем-то мне квазер-магнитокон напоминают. А под ним еще одна блестючка. Вот. Фу, какая грязненький доктор. Вот. И совершенно такая безликая, монотонная. Пластмассовая решетка акустического оформления. Вот. Рукоятка, конечно, складная. Вот это лучше, чем у прежних вэфов, да. То есть, она может быть сложена-разложена. Вот. И такая довольно надежная. Вот. Приятная. Правда, снизу с дыркой не совсем комфортно в руке держать. Ну, вот. Ничем не отделано. Вот. Это у нас переключатель диапазонов. Ну, такой нормальный, достойный. Это вот настройки, регулятор настройки. Здесь я вам все рассказал. Громкость и тембр. Громкость и тембр по высоким частотам. Отсюда должна выползать антенна, но она, к сожалению, утрачена. Сзади имеются вот такие вот гнезда. Это магнитофонная запись. Это антенна. Внешняя, может быть, подсоединена. Это заземление. И вот штекер у меня несколько меньшего диаметра, чем вот разъем под внешнее питание. Я от внешнего его запитал. 9 вольт. Минус наружная оболочка, оплетка. Плюс внутренняя. И гнездо под наушники, головные телефоны. Такое древнее-древнее. Под тоненький вот этот штекер монофонических телефонов. Очень долго оно шло в советской аппаратуре. Вот такое убогое гнездо. Нет, чтобы там джек поставить 3,5. Или хотя бы вот такое вот уже гнездо. Нет, вот такое постоянно лепили убогие наушники, как для слуховых аппаратов. На нижней стороне, видите, нарисовано, как должны быть расположены элементы. Типа 373 или D по-нашему. Плюс-минус. 6 элементов. Радиоприемник АПП-2 2 класса. Логотип F и знак качества, друзья. Откр. Порядок открывания крышки. Одна закрывашка утрачена, вторая есть. Подвинем ее вот таким образом и откроем. Отсек, как видите, поролон сгнил. И там, видимо, батарейки тоже какое-то время разлагались. То есть там хорошего мало в этом отсеке. Но чем богаты, тем и рады. Я этот приемник себе оставлять не хочу. Почему-то он мне не нравится. Сейчас вот обзорчик сниму и продам. Ах, за 3 копейки. Вот такой вот VF. Так, на чем мы остановились? Становились мы на том, что мы пытались что-то послушать на диапазоне SV1. Да, еще хочу вам, пока не забыл, подсветку продемонстрировать. Сейчас свет погасим. Свет погасил. О, свет погасил. Интересно. Прием улучшился. Вот у нас горят диодики. А на кнопку подсветки шкалы. Не знаю, видно вам? Да, видно. Загорается подсветка шкалы. Такие тускловатые лампочки на 6,3 вольта. И вот этого гнезда. Но в темноте, я думаю, это уставочка. Не фиксируемая кнопка подсветки. Вот, кстати, с лампами. С горячими. Смотрите, прием получше. А ну, если мы сделаем вот так. И покрутим. Вот, по мети создаются светодиоды эти. Конечно. Конечно. Поэтому, когда мы такого рода такого рода построения, как у Лаканов, встречаем, ну, здесь все-таки это какая-то очередная очередная ретанция. Ну и все. Небольшие помещения, как связью были. Хотел бы так вот регулировать, собственно, то, что вопрос остается открытым. Его нужно обсуждать дальше. 470 метров. В отношении Бога и убедения. И поэтому хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, всех, кто к нам звонил. Спасибо огромное. С вами был Тимур Сунайев и Сергей Акишин. Россия, прошлое и будущее. Да, вот так. 460, 480. Средний уровень. Давай, та же станция, только на СВ-1. Получается, эти диапазоны переклёстывают друг к другу. Ну да, где-то здесь другая волна. Здесь другая волна на СВ-1 у нас. Здесь еще такой, там, 290, наверное, 290-300 метров. Ну, на длинных, я думаю, мы ничего не поймаем. Усилители хорошо работают, но, видите, ничего не удастся. Нет, ДВ полностью пуст, диапазон. А вот ради интереса, Селга что-нибудь поймает на средних, если мы сейчас ее включим. Кстати, хотел вам сказать, что вот эта Селга моя работает от аккумулятора 7D-01 1974 или 5-го, нет, попозже, 79-го, наверное, года рождения, который я нашел в этом же приемнике. Дима Оксон мне его подарил. Димка Оксон, наш нью-йоркский друг. И это 7D-01 до сих пор работает. Так, средние волны. Качество звука получено 100-го вэфа, мне кажется, чем это стегово. А тут в килогерцах отгазуировано. Так, средние волны нужны на 100. 1100 или 1200 килогерц. Это, наверное, та же самая станция. Сейчас мы ее потише сделаем и поищем ее на спидоле. Так, где у нас она была? На СВ-1. И в сэцикте. Радиомария Смысл иметь такой большой приемник Когда он принимает то же самое Что маленькое спидо Ну теперь давайте попробуем Что-нибудь на коротких волнах Поскольку внешняя антенна утрачена Телескопическая Я просто воткну вот такой провод Который у меня подвешен С гнездо внешней антенны И попробуем что-нибудь так 25 метров Я позвоню С правоту на уцелу Вот так Глушняк, да? Ну чего 31 метр На этих зеленых полу что-то должно было быть Ну что-нибудь на уцелу Ну что-нибудь на уцелу Что-то пробивается Время 19.01 Московская И что-то не чертами Так Так Этого стоим 41 метр То есть вот они зеленые полоски Полосы вероятного приема радиостанции Вещать Ну хоть бы что-нибудь Вот антенну вынимаю Вообще Вот антенну вынимаю Вообще Все-то такое Пробивается Вообще Вне зеленых полосок Вне зеленых полоски Очень плохо 49 метров Здесь С becoming И Похожи И Пай Продолжение следует... Так, 52 метра, да? Это уже длинные волны. Какая-то пулеметная стрельба. Да, обидно. Мощи хватает. Низкочастотная часть у приемника эта изумительная, замечательная. Кстати, на каких он транзисторах, интересно, у нас работает. Ну, посмотрим так. Есть инструкция по эксплуатации на сайте Валерия Харченко. Замечательный сайт отечественной радиотехники 20 века. Сайт энциклопедия, сайт музей, сайт справочник. Сейчас мы туда заглянем и посмотрим, что за, так сказать, элементная база у этого аппарата. Вот, кто не знает, на сайте Валерия Харченко есть ссылочки. Есть инструкция по эксплуатации. Нажали. Сейчас. Мы ее получили. Вот она, родимая. Смотрим. В формате DJV. Так. Спидола 232. Спасибо большое Валерию за его замечательный сайт. Ага, вот она, элементная база. Электрическая схема принципиальная. Приемник из спидола 232. Ничего сложного. Все предельно просто. Так, меня интересует, что за транзюки там. Так, где они у нас? МПшки 41-ые, ГТ-1302-ые. О, смотрите, друзья. Надо же, надо же, как все здорово. Этот приемничек, оказывается, на Германии в транзисторах работает. То есть он на Германии. Вот, видите, что хорошо. ГТ-402-ые. Парочка штук здесь стоит. В двухтактном каскаде усилителя. Ну, и трансформаторная связь. А что за У-4? Тембр-НЧ. А, темброблок. Динамик, динамик через темброблок и вот этот запитан. Да, вот. Два транзистора выходные, ГТ-402-ые. Так что, друзья, имеем дело, почему такой хороший звук на НЧ. Потому что вот германиевый усилитель. И первые каскады, МПшки 41-ые, и оконечные каскады. Все это чисто в виде Германии. Ну, а в ВЧ тоже ГТ-322-ые. Вот, с гетеродинием, смесителем. Смотрите-ка. Нихухры-мухры. И здесь ГТ-322-ые. Ну, так вот, да. Единственный плюс для приемника, что весь на Германии. Ну, а я на этом, наверное, обзор. Смотри, смотри, что творит. На ДВ. Максимальная громкость. Еще уши закладывают. Тут явно не 0,4 В. Ну, что, сюда. Питание, кстати, включается, включается вот этой кнопкой. Оп, чик-пык. Сюда, если как бы внедрить, скажем так, Bluetooth-модуль, то отличная колонка получится. Усилитель такой германиевый. Да. Такая вот мысль. Ладно, друзья, на этом откланю. Всем привет и хорошее настроение. Я всегда с вами Сергей. Пока-пока.